Лучше в этом случае, когда Тору изучаешь, лучше больше, чем меньше. Поэтому у нас идет в трех каналах урок. Подпишитесь и на Facebook, и на YouTube, и на Telegram, для того, чтобы не пропустить урок. Лучше всего, конечно, в Telegram смотреть. Почему? Потому что в Telegram потом выходит и запись урока, и в Telegram потом выходит аудиоформат. Аудиоформат урока тоже выходит в Telegram дополнительно. И можно потом кому-то послать урок, чтобы человек тоже послушал. Можно урок кому-то повторить. Есть масса вариантов. Теперь мы изучаем сейчас книгу «Экклезиас» Куэлит, царя Соломона. Это книга, одна из самых важных книг в истории человечества. Она выясняет вопрос, зачем жить, в смысле жизни. Мы ее изучаем небольшими порциями. Я решил так, в начале урока, чтобы не пропустить, мы будем изучать три отрывка, например, три отрывка, не пять даже. А потом будем их обсуждать. И в 25 минут будем заканчивать. И так как Куэлит считается книгой депрессивной, да, то есть почему-то считается книгой депрессивной, и мудрецы хотели ее вообще не включать в Тору, в письменную Тору, хотя она написана божественным духом, и ни у кого нет в этом сомнения. Хотя царь Соломон был мудрейший из людей, но когда мудрецы, назвались это отчетная стадура мудрецы Великого Собрания, это было строительство уже второго храма. Царь Соломон, как вы знаете, построил первый храм в Иерусалимске. Это было 2800 лет назад примерно. Первый храм простоял 410 лет и был разрушен Навухадниссаром в Иерусалимске царем. Потом 70 лет еврейский народ был в первом изгнании, которое было в Вавилоне, но там были все время разные, знаете как, то был Советский Союз, потом Россия, не была Российская Берия, потом Советский Союз, потом Россия. А тогда был Вавилон, значит, Вавилон, потом, ну в общем, они все время менялись там. В общем, сейчас там не был Вавилон, сейчас Ирак. Прямо представляете, а Вавилона города вообще нет. Это был город, центр мира, Нью-Йорк того времени, но он исчез, только раскопки есть. Раскопали, просто люди поражаются, насколько в те времена, там, 3000 лет назад был огромный город и просто исчез. А до этого же там была Вавилонская башня. Это очень такое яркое место в истории человечества. И вот 70 лет было Вавилонское изгнание. После этого еврейский народ вернулся, часть его вернулась в землю Израиля и построили второй храм. Там был Эзра, его звали Эзра Асофер, переписчик, да, он переписывал Торы, создавал Торы, писал это же. Все ничего не менялось. Письменная Тора записывали буквам, буквам, знак, знак, чтобы не менялась ни одна, ни одна прямо деталечка. Письменная Тора это код. А устная Тора передавалась в устной форме. Люди запоминали, почему ее нельзя было записывать. Потому что была важна очень вот эта вот индивидуальная передача знания и именно изучение его наизусть. Потому что человек, который знал наизусть устную Тору, его, во-первых, можно было проверить. Его можно было проверить в двух вещах. Во-первых, его можно было проверить, насколько он знает. И мудрецы, например, Каббала, да, они, значит, передавали это тоже из уст в уста. И, ну, почему тут есть еще два других аспекта, почему устную Тору учили наизусть. Когда человек наизусть учит очень много текстов, если он их перестает повторять, то он их забывает. Поэтому то, что ты был мудрецом когда-то, а сейчас ты кто, и легко было проверить. А ну-ка давай, расскажи нам там три часа. Вот всего лишь одна из устной Торы у меня когда-то сын выучил, он год учил, выучил наизусть перте, а вот, шесть глав. 45 минут у меня есть видеозапись, 45 минут без остановки. Он говорит, это всего лишь один из шестидесяти трактатов устной Торы. То есть мы можем тогда проверить, это 60 часов подряд, 60 часов подряд человек должен был говорить без остановки устную Тору, это только Мишна. Так вот, когда человек, первое, его можно легко проверить, или он мудрец, или не мудрец. Потому что легко там молчать и умные лица делать, да. А ты-ка расскажи нам 60 часов подряд текст наизусть. Понятно, да, какие были тогда мудрецы. Второе, когда человек, он заучивает наизусть, и он повторяет это, то его состояние ума отличается кардинально от человека, у которого есть афро-рекус, да, у которого есть современные люди. У нас мы просто, как это называется на русском? Ну, когда человек не может сфокусироваться и сосредоточиться, и у него все время рассеянное внимание, и он такой, вроде он все понимает, но он в каждом месте останавливается там на секунду, или там в ТикТок он смотрит 15 секунд. И он весь такой вот человек с рассеянным вниманием, он как рассеянный с улицы бассейна, не дома. А человек, который 60 часов подряд наизусть повторяет святые тексты, то его состояние ума, он просто космонавт по сосредоточенности и по сфокусированности. И вот тут как раз, как раз, вот эти люди, они могли через вот это вот управление своим внутренним миром и своим вниманием, они могли достигнуть уровня, который назывался Святой Дух, пророчество там и так далее. И вот мудрецы Великого Собрания, они построили, когда построили второй храм в Израиле, это было 2400, если, где-то 2500 лет назад это было, 2400 лет назад. И они, когда пришли из Вавилонского изгнания, они как раз сказали, что изменилась ситуация в мире, да. Каким-то образом ситуация изменилась на тот момент. И среди них были пророки, и они сказали, что если раньше уровня пророчества могли достигнуть практически все, в Израиле, и особенно в Иерусалиме, было специальное такое духовное пространство, называется это условно, ворота в небо, в которой человек очень легко входил вот в этот вот контакт с духовным миром. И были во времена первого храма, когда был царь Салон, он его построил, и все время первого храма, было очень много пророков, были целые школы пророков, вот как сейчас есть там Теревивский университет, Иерусалимский университет, а раньше были школа пророков, там вот такая-то, школа пророков такая-то, и назывались пророки Бнэйнэви, сыновья пророков, потому что они как бы присоединялись к этому вай-файу, то есть сейчас есть вай-фай, человек может присоединиться к чужому вай-файу, а раньше были пророки, и человек мог присоединиться, пророк на вай-фай, он с духовным миром соединен, и его ученики, которые заучивали тексты наизусть, были как, знаете, как шаолин такой, только духовный, они оп, присоединялись к вай-файу пророка, и были целой школы пророков, и на первого храма. Но потом было изгнание, а почему было изгнание, и почему был разрушен, Бог разрушил первый храм? А первый храм это был такой главный ретранслятор божественного, потому что человек, который становится пророком, он попадает в совершенно другие соблазны, то есть его уровень, его уровень влияния на духовный мир, и на материальный, он настолько большой, например, сейчас какой-нибудь там сумасшедший в ютюбе, говорит какую-то неприятную вещь, да, там, что-то он выступает, ну, здесь много сумасшедших, которые, ну, злобные такие, вот они заходят куда-то, и они знают, что их, в жизни-то они сидят такие мыши, а в интернете они такие прям нападают, оскорбляют людей, там, хейтеры они себя называют, да, но в жизни-то они никакие не хейтеры, в жизни они просто такие диванные крысы. В ютюбе они очень смело нападают и оскорбляют людей. Так, когда были пророки, они же были пророки в духовном мире, они сразу, он сразу его запилинговал, и нету человека, сидел он на диване, инсульт, например, и они были на состоянии пророчества, но и у них были такие способы влияния на мир, сейчас я привожу примеры нам понятные, но, например, соблазн, да, пророк, например, он читает мысли человека, пророк, он знает номер пин-кода карточки, и вот люди, когда они были на высоком духовном уровне, они во времена первого храма, вот сейчас, почему, например, у многих людей нет денег, да, потому что Всевышний знает, что если дать вот этому большинству деньги, к примеру, то они там или сопьются, или наркоманятся, или там они что-то сделают, ну, плохое, да, потому что, потому что люди, которым попадают деньги, наверное, вы тоже видели, не все люди эти деньги используют для добра, и многие люди эти деньги, эти деньги их уничтожают. Яркий пример, например, был такой человек Тони Шей, который создал компанию Запас, которого продал за миллиард, за миллиард сто миллионов долларов, продал Амазону, и вот если вы побуглите, почитаете, что с ним дальше стало, то есть он с наркоманиейался, Тони Шей этот гениальный был человек, и, в общем, 42 года он умер из-за дней даже не передозировки наркотиков, у него вообще крыша поехала, и он там сгорел у себя в доме, да, в 42 года Тони Шей, который написал книгу «Доставляя счастье», был один из самых выдающихся бизнесменов последних десятилетий. Ладно, ушел я в сторону, поэтому давайте учить экклезиаст. Учим мы экклезиаст, возвращаемся, значит, к этой книге, и я хотел, чтобы мы поучили, например, три отрывка, и потом что-то, чтобы убрать вот этот вот пессимистический взгляд экклезиаста, потому что он говорит об этом мире следующие вещи. Давайте повторим то, что мы выучили вчера, сегодня второй урок. «Слова Коэлита, сына Давида, царя в Иерусалиме». «Пар паров», — сказал Коэлит, «пар паров», — все пар. Переводят это «суета сует», но в оригинале это «эвэль» — это пар. И теперь я понял, вчера у меня был инсайт такой, что слово «не парься», это имеется в виду, ну, хватит суетиться, да, «не парься». То есть вот говорят там «не суетись» или говорят «не парься». Так вот, здесь это тот же смысл. «Пар паров» — это что все в этом мире, он говорит, «пар паров». Это вообще не настоящее. Дальше он продолжает главная мысль, это как анонс всей книги. «Какая, говорит, польза человеку от всего труда его, что он трудится под солнцем?» От всей его суеты вот этой. Поколение приходит, поколение уходит, земля стоит вечно. То есть он нас вводит в круговорот вообще закон сохранения энергии, круговорот всего в этой природе и развивает эту мысль. Восходит солнце и уходит солнце, и вместо, откуда оно восходит, оно возвращается. Идет оно на юг, и переходит на север, и крутится-крутится, и крутится ветер, и возвращается ветер. То есть он нам говорит, солнце — это стихия огня. Ветер — это, ну, мы знаем, что все состоит из четырех основ. Ветер — это воздух, да. «Коль анахалим олхим иляям» — все реки идут в море, а море не наполняется. И вместо, которое реки, они идут, давайте дословно начнем. Все реки идут в море, это понятно, реки текут в море. Но море не наполняется. Казалось бы, они текут, оно же должно было наполниться. Нет, оно не наполняется. Вместо, откуда реки выходят, туда возвращается вода. То есть царь Салмон, три тысячи лет назад, он объяснил то, что сейчас в школе учат, круговорот воды в природе. Вода течет в реку, в море. Из моря она испаряется, поднимается в облако. Потом дождем она падает, и опять рекой течет в море. Это как круговорот воды в природе. И мы здесь видим уже три стихии. Первая стихия — это какая? Это была... Первая — земля, он говорит, да, что поколение приходит, поколение уходит, а земля остается. Первая стихия — это земля. Вторая — это солнце. Третья — это вода. Руов — воздух. И четвертая — это вода. И он говорит, вот эти вот четыре все стихии, они все крутятся, как круговорот такой, да, то есть потом все крутится. И говорит, весь этот мир, он как заведенный. Есть механизм, потом открыли ученые через много лет закон сохранения энергии, что все перетекает из одного состояния в другое, и вот так идет этот весь круговорот. И он продолжает, да, вот сегодня то, что мы выучили, значит, говорит он следующую вещь. Это восьмой отрывок. Все вещи игры, он говорит, все вещи утомляют. Лой, ухаль, ишли, да, бер, не сможет человек все высказать. Не насытится глаз увиденным и не наполнится ухо услышанным. Что имеется в виду? Он говорит нам так. Вот давайте посмотрим на мир со стороны, понаблюдаем, поисследуем, поизучаем. Значит, все здесь идет, есть круговорот в природе всех элементов. И оно идет тысячи лет. Поколение люди приходят на эту землю, люди уходят, а природа, как заведенная, она продолжает свой круговорот. И там люди сейчас волнуются, конечно, что вот, потепление там. Но это все, чтобы бюджеты пилить. То есть это все в ООН есть, они пилят в год, там, знаете, какой бюджет ООН? Ну, там, миллиарды долларов они, они как бы распределяют. Теперь ученые, они, ученые, как пишут журналисты, которым всем надо зарабатывать. Журналисты пишут, ученые бьют тревогу. Что с там потеплением, значит. Вот ученые бьют тревогу. А с чего ученые бьют тревогу? Им же тоже кушать надо ученых, правильно? У них тоже семья есть. И если они не будут бить тревогу, то тогда им никто денег не даст. И они бьют тревогу, что там потепление, похолодание, заветрение, дожди. И, значит, 8 миллиардов, уже почти 9 миллиардов людей живет на Земле. И население Земли выросло за последние, там, 30, 40, 50 лет, выросло в разы. И все нормально. Вода, сколько было на Земле воды, столько и осталось. Вода никуда не девается. Ветра меньше не стало. Ветры дуют, вообще дуют ветры. Солнце светит. И оно меньше светит тоже не стало. Просто ученые бьют тревогу, что там какие-то, они наблюдают магнитные бури. Раньше они не наблюдали, но теперь наблюдают. Потому что, если про них напишут, тоже же хорошо быть ученым, про которого пишут. А что, пройдя, напишут, если ты сидишь просто и говоришь, все нормально. Про таких ученых не пишут журналисты. Они пишут только про тех ученых, которые бьют тревогу. И вот вся вот эта вот история, она называется, царь Соломон сказал, что это все пар паров, иллюзия. А, говорит, природа, она как была, так и есть. Теперь, ну что человек? Почему человек, он в этой иллюзии, чем он занимается? И он здесь говорит, все вещи утомляют. Человек все время что-то он делает, и от того, что он делает, оно его не насыщает. То есть, что бы человек ни делал, оно его насытить не может. Когда он его насытить не может, он дальше разъясняет эту идею и говорит, не может человек все высказать. У человека в день ученые посчитали, психологи, они тоже бьют тревогу. Все бьют тревогу, психологи, ученые, ученые по климатам. Значит, психологи бьют тревогу, что у человека в день поднимается в голове 70 тысяч мыслей. От 50 до 70 тысяч мыслей проходит сквозь сознание человека в день. И в последние десятилетия ученые заметили, что уровень депрессии очень вырос. И мало этого, что депрессии стало столько, и она начинается в среднем на 10 лет раньше. Мало этого, что периодически депрессия накрывает практически каждого и потом отпускает. Царь Саламон 3000 лет назад, он сказал об этом так, что все вещи утомляют. Конечно, человека утомляют, у него в день от 50 до 70 тысяч мыслей всплывают в голове. Из них, что интересно, 80% повторяющихся каждый день всплывают одни и те же. Я не знаю, насколько вот этого у меня нет, измерений в голове. Ну, я не помню исследования на этот счет. Но я точно знаю, что пессимистов в мире больше, чем оптимистов. То есть, у большинства людей всплывают именно мысли о полупустых стаканах. То есть, у них повторяющиеся мысли, что все не очень хорошо в мире. Ну, потому что ученые бьют тревогу. Тут пишут про климат, тут войны какие-то, тут еще что-то. И люди, вместо того, чтобы сфокусироваться на том, что средняя продолжительная жизнь выросла за последние, с 1950 года почти в два раза. Но человек почему-то, ну, большинство людей, чтобы зайти в депрессию, нужно обязательно смотреть на какие-то негативные факты. И это то, что Царь Замон сказал в восьмом отрывке. Коль, а дворим и геим. Все вещи утомляют. Дворим это и вещи, и слова. Не сможет человек все высказать, потому что хочется сказать, а тебя вечно не дослушали. Не сможет человек не насытиться глаз увиденным. То есть, все время хочется хлеба и зрелищ, новых зрелищ, новых зрелищ, еще дайте зрелищ. И не насытиться ухо услышанным. То есть, ты каждый день встаешь, тебе обязательно тоже нужно что-то новое послушать. Кстати, я поэтому приглашаю вас на уроки Торы. Каждое утро в 10 утра, уже более пяти лет, мы изучаем святые книги и наполняемся божественной мудростью, которая пришла прямо от Всевышнего, Создателя Мироздания. И мы ее пытаемся понять и через это соединиться со Всевышним. Значит, не насытиться ухо услышанным. Ну, дальше мне прям хочется сказать следующий отрывок, но я не скажу. Скажу завтра, девятый отрывок, он как бы продолжает это уже все высылит. Все, значит, ковид мы завтра продолжим изучать. И у нас осталось еще 6 минут. Обычно мы учимся с 10 до 10.30. Поэтому я подумал так, что все-таки это немного депрессивная все-таки книга. Реально мудрецы сказали, что обычный ход мысли человека, она это разрушает книга, да? Потому что мы все время бежим включенные вот в это общество потребления. Нам рассказывают журналисты все время вот эти вот, что бьют тревогу они, да? Вот, поэтому я решил, что мы будем изучать сейчас книгу 5 минут в конце каждого урока. Будем изучать книгу, которая называется «Хэппинес». Видите, у меня даже футболочка «Чувс Хэппинес». Мы берите счастье. То есть, если уже хотя бы есть в день 10%, 20% новых мыслей, то эти новые мысли лучше научиться думать, как счастливые люди. Вот эта книга называется, написал ее Раби Зелик Плистин. «Формулы, истории и инсайты про хэппинес». Она очень короткая, дает нам вот этот вот взгляд, видеть полуполные стаканы. Первые, здесь 77 уроков в «Хэппинес», 75. 75 глав и как раз «List your joy's memories», чтобы мы запоминали каждую главу. Они коротенькие. Вот давайте, первая глава называется «Wish people joy». «Желайте людям joy» – это радость, удовольствие, joy, да? Enjoy, говорят. «Желайте людям радости». И он пишет. Вот я как-то шел по улице, я был занят, и я увидел бездомного. И весь его вид, он говорил этого бездомного. «Я бедный, имейте сердце и помогите мне». Я, значит, ему дал, я дал ему кое, ну, дал ему монету и пожелал ему well. «And wished him well». Я ему пожелал, well – это добра, чтобы он было благо, благополучие. «С осчастливым взглядом на его лице он благословил меня и сказал, «May you smile and love the entire year», чтобы ты смеялся и улыбался весь оставшийся год». Так он его благословил, этот вот бездомный. И он говорит. «Я почувствовал, что я получил больше, чем дал ему». Этот случай случился со мной после того, как я купил рыбу на празднике ближайшее. И шел я в офис моих издателей для того, чтобы заключить контракт на эту книгу. И это было отличное начало для книги про happiness, для книги про счастье. «Я подумал», он говорит, «насколько я хорошо себя чувствую, потому что он меня благословил». И насколько одно вот это вот благословение «Доброе пожелание», оно потом нашло отражение, что я это отражу даже в главе целой книги. Дальше эту книгу, представляете, мы изучаем. Сейчас на уроке там больше 200 человек, если во всех каналах, да, в Фейсбуке, в Телеграме и в Ютьюбе. А за день это посмотрит 2000 человек. Он говорит, «насколько одно благословение может оказать влияние, позитивное влияние на мир». Когда ты желаешь другим людям, чтобы вы имели много радости и удовольствия, значит, ты в этот момент, когда ты желаешь кому-то радости, то ты в этот момент вступаешь в контакт со своим собственным ощущением радости. И когда ты говоришь это, красиво так на английском, «from the bottom of your heart», когда ты говоришь это из глубины своего сердца, ты получаешь access, да, доступ к этому чувству. То есть то, что ты желаешь другим, ты в этот момент пробуждаешь в себе. Вот так оно работает. То есть мы внутри, у нас внутри подсознания есть набор всего. То есть за жизнь человек переживает множество разных чувств, эмоций, с ним случаются позитивные моменты, негативные моменты, какие-то моменты, где он страдал, какие-то моменты, где ему было хорошо. Но внимание человека – это как вершина айсберга. 7 плюс минус 2 единицы информации. И когда твое намерение дать кому-то добро, то в этот момент ты соединяешься с добром внутри себя. И ты его активизируешь. То, что ты желаешь другим, ты в этот момент чувствуешь сам. Это вчера я после выступления, вчера выступал в одном месте, и стояли там две, мама с дочкой. И они как раз спросили, чтобы кто-то их довез до поезда, чтобы ехать там в город. Я думаю, ну, довезу их до поезда. А потом думаю, ну, для меня это там лишних 20 минут. Но я сделаю доброе дело, довезу их до дома. И, значит, я говорю, я вас довезу до дома, довез их до дома. И, значит, в этот момент я вот чувствовал себя очень хорошо. То есть это был для меня один из самых приятных моментов за вечер, что я могу им помочь. Но я сейчас вспомнил это по другому поводу. Я выступал про хэппинность, про счастье, про то, насколько важно быть счастливым, научиться быть счастливым, перестроить свой мозг с ученой бьют тревогу на то, чтобы желать друг другу добро. Это программы, это привычка. А эта девочка, девушка, ей 19 лет, она говорит, ну, надо же пострадать же, надо же переживать негативные эмоции. Я говорю, откуда ты знаешь? Ну, так вот я читал, где-то психологи советуют. Я говорю, ну, вот вдумайся, какой в этом смысл? У тебя внутри есть, с одной стороны, какая-то зажившая рана, которая когда-то тоже пострадала, но она уже зажила. И у тебя есть внутри возможность вспомнить что-то позитивное, хорошее. И у тебя есть две вот этих возможности. Зачем тебе ковыряться вот в этой вот старой раме, ее рассорапывать, еще раз ее переживать, ее как бы туда направлять свое внимание. А внимание – это тот луч, который оживляет разные аспекты реальности. Зачем тебе оживлять страдания, наполнять его, умножать его? Если ты можешь вспомнить что-то хорошее, у тебя есть масса позитивных моментов в жизни. И когда ты вспоминаешь хорошее, благодаришь за хорошее, умножаешь хорошее, веришь в хорошее, то ты создаешь внутри магнит для хорошего. Вот говорю, вот ты, как бы, они такие грустные. Вот, кто-то обещал подвезти нас и подвез. Я говорю, вообще не думайте про это. Зачем вам про это думать? Вы думаете наоборот. Вот зато я там вас сейчас до метро довезу. Да, классно, хорошо. И вот они начали раскручивать идею «хорошо». Потом я говорю, а я вас и до дома довезу, до города. То есть, когда ты веришь в добро, когда ты это добро ценишь, когда ты за добро благодаришь Всевышнего, когда ты желаешь добра другим людям, то ты вкладываешь свою энергию в увеличение добра в своей жизни. И подобное притягивает подобное, добра будет больше. Во всяком случае, ты будешь его намного больше чувствовать. И твое пространство будет заполнено вот этим вот цветом, позитивом, радостью, любовью ко Всевышнему, благодарностью. И, в принципе, люди говорят, вот мне все время что-то нужно, но не насытится глаз увиденным и не наполнится ухо услышанным. И все слова, и все слова, которые человек хочет сказать кому-то, там, или услышать, оно никогда не наполнится. То есть, никогда человек не сможет наполниться до конца. Поэтому лучше об этом и не думать, а настроиться на то, что уже наполнено. Увидеть свой полуполный стакан, обрадоваться этому. И вот то, что он здесь пишет, когда ты желаешь добра другим, ты соединяешься с добром внутри себя. Значит, Водя выделил еще одну фразу, my increase happiness has done so much for me. I wish to tell you what I should increase the happiness. И когда мой уровень счастья, он увеличивается, я помогаю другим увеличить уровень их счастья. И это счастье потом возвращается. Потому что мы в Каэле когда-то мы придем, что когда ты делаешь добро, оно к тебе возвращается. Все, дорогие друзья, всем удачи и успехов. Чтобы было у каждого из нас возможность сделать много добра. Чтобы мы видели то добро, которое для нас делают Всевышние и люди. Чтобы мы благодаря этому благодарили, чувствовали эту радость. И Всевышний наполнит нам то, чего каждому не хватает. Всевышний наполнит. Он всему миру дает. И свет, и воду, и ветер, и землю. Всего хватает. Слава Богу, из поколения в поколение мы, значит, из поколения в поколение мы живы, наши предки были живы. Прошли все войны, все там эпидемии. Неандертальцев победили. Значит, так что, надо радоваться. То есть, мы поколение победителей. И нужно это ценить, радоваться каждому вновлению в жизни, благодарить Всевышнего. И все, что кому не достает, Всевышний даст. Это мое вам пожелание, благословение и много счастья. Все, до завтра, с Божьей помощью, да, чтобы было у нас все хорошо. Завтра встречаемся в 10 утра. И не верьте, не верьте ученым, которые бьют тревогу. Все нормально. Приводит это. Все, всем пока, до завтра.